Всем привет! Ребята, не так давно я узнал о существовании просто обалденных креветок необычной красоты. И знаете что? Для их содержания абсолютно не нужны растения и мхи. Им нужны водоросли. Водоросли! А любой аквариумист умеет выращивать водоросли лучше всего. Ну что, погнали заводить эту красоту? Что же это за такие креветки необычные? Они называются кардиналы или по-научному каридина дэнерле. И обитают они всего в одном озере Матана в Индонезии на острове Сулавеси. В таких условиях смогли появиться такие интересные креветки, которые как по мне больше похожи на морских обитателей. Нужно срочно завести себе таких домашних животных. Итак, бежим в магазин и покупаем аквариум на 17 литров. Объем небольшой, но другая банка не войдет на мою полочку. Лео проверил данную конструкцию на надежность и теперь можно приступать к изготовлению фона. Для такого аквариума я взял черный фон. Как мне кажется, на нем наши креветочки будут смотреться лучше всего. Фон намазал фиксирующим гелем, прилепил на стекло и разгладил. Получилось отлично. Первым делом на дно я положил немного лавовой крошки, которую предварительно промыл. Она будет дополнительным фильтром в аквариуме и позволит использовать меньше грунта. В качестве грунта буду использовать черный кварцевый субстрат мелкой фракции. Распределяю его так, чтобы вначале слой был меньше и постепенно увеличивался. В качестве декора для содержания суловецких креветок подойдут камни и коряги. Я буду использовать серые камушки, на них креветок будет хорошо видно. Вначале я ограничился пятью, но потом для деталей добавил разные мелочевки на передний план. Фильтр изначально использовал внутренний, но потом поменял на рюкзачок. Не понравился мне, как этот мелкий внутренний фильтр жужжит, тарахтит и воняет. Так как растений у нас не будет, я приобрел какую-то недорогую лампу с достаточно мощным белым светом. Так композиция стала смотреться, как какой-то морской аквариум. Налил воды и оставил баночку на пару недель. Самое важно, при содержании суловецких креветок кардиналов, комфортные параметры воды. Эти ракообразные предпочитают щелочную воду с определенными параметрами, которые можно получить добавлением в асматическую воду специальной соли. В целом у меня получились такие параметры воды, которые я и поддерживаю. В первые две недели свет у меня был включен по 10 часов в сутки. Мы же собрались выращивать водоросли, а это самый действенный способ для этого. Включили свет на подольше и все. Чуть позже я добавил еще и терморегулятор, ведь креветки наши теплолюбивые и им необходимо поддерживать 28-30 градусов тепла, прям как в их родном озере Матано. Спустя 10 дней в аквариуме начали появляться первые водоросли. Красота какая! Лучшая еда для наших кардиналов. Но что-то я переусердствовал со светом, ребята, и через пару дней аквариум превратился в настоящее болото, которое мне пришлось почистить. Боюсь, только еды им не осилить и смотрится так себе. Прям какая-то длинная зеленая шляпа у меня выросла. Жесть, не правда ли? В общем, все почистил и добавил обещанных деталей в виде мелких камушек на переднем плане. С ними как-то более объемно смотрится. Свет я уменьшил и аквариум спустя месяц был готов к заселению. Теперь самое интересное. Будем запускать креветок. Когда ко мне доставили этих малышей, я был в шоке. Они совершенно не похожи на кардиналов, каких я видел на картинке. Половина полупрозрачных, половина какие-то синие. У меня было такое впечатление, что мне привезли что-то другое, перепутали. А на самом деле это, конечно, были они под дичайшим стрессом и отсутствием света. Креветки были перемещены из транспортировочного пакета в кувшин и начали, так сказать, прокапываться аквариумной водой, чтобы с наименьшим стрессом их можно было переселить в новые условия содержания. Кстати, с креветками приехали еще и другие мелкие существа. Надеюсь, они не проникнут в новый аквариум. Креветки тем временем начали осваиваться. Прошло два часа и они были перемещены в новый аквариум. Как оказалось, тут были не только креветки-кардиналы, но и креветки-белая орхидея. Обитают они в тех же краях. Еще многие советуют подселять вместе с кардиналами суловецких улиток, чтобы креветосы были более смелые. Но улитки гадят со страшной силой, поэтому я их не стал заселять. Освоение в новой банке прошло успешно. Это довольно скрытые и пугливые существа. Чаще всего они прячутся за камнями, вылезают только ночью. Кроме того, они выманиваются и на корм. Если бросить им корм, то малыши начинают активизироваться, активно двигают своими передними лапками, белыми перчатками и начинают пытаться все быстрее достать этот корм. Лампа оказалась действительно мощной и водоросли под ней росли очень быстро. Поэтому световой режим у меня сейчас 4 часа. Это позволяет контролировать их популяцию и слишком большой объем водорослей не появляется. Ну ребята, и спустя пару месяцев у меня появилось потомство. Причем размножаются они очень неплохо. Целые табуны малышей сидят под маленькими камнями на переднем плане и выползают на запах еды. Уже и подростки появились и совсем мелкать не видно. Фильтр я, кстати, не закрывал более мелкой сеткой. Вроде особо на популяцию не влияет. Воду подмениваю раз в неделю. Готовлю воду очень просто. К космосу комнатной температуры добавляю высчитанное количество специальной соли и она практически моментально растворяется в воде. Меняю в итоге 20% воды еженедельно. Кормлю креветок где-то около пяти раз в неделю. Кидаю корм за час до выключения света. Они выманиваются на корм, потихоньку его едят, ну и с исключением света прям табунами из-под всех камней летят поедать вкуснятину. Корм обычный, тонущий для креветок каракообразных. Вот такие новые питомцы у меня появились. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. У меня миллион новостей и миллион новых событий, связанных с муравьями. Поэтому займусь в ближайшее время новостным роликом и надеюсь, что вскоре он выйдет на канале. Там я расскажу и покажу, как поживают сейчас мои муравьи. Но на этом все сегодня. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!